всем привет с вами полте добро пожаловать на канал и не так давно я переехал на новую квартиру момент переезда передо мной стал вопрос о какой-то охранной системе то есть о неком умном доме который сможет у меня работать не сильно разбираясь в этом вопросе я понял что самый доступный вариант который можно попробовать сейчас это варианты от xiaomi всякие аяксы охранные фирмы которые это все будут делать где есть абонентская оплата раз в месяц пока что я решил с этим не связываться и попробовать чисто своими силами это все соорудить посмотреть как работает а там уже посмотреть что будет в общем-то и в комментариях под одним из видео мне прилетел вопрос чувак с ними видео о me home и как это работает с короче давайте посмотрим что там xiaomi предлагает из датчиков как они устроены как они работают и реально ли они способны обеспечить охрану дом буду рад если поддерживать видео пальцем вверх также подпишитесь на канал ребята в начале видео хотел бы вам показать приложение под названием ватсаппер эта программа которая позволит легко скинуть информацию ватсап между ios и android без компьютера работает приложение очень просто подключаете ваше устройство друг другу с помощью специального кабеля или можете использовать приложение для компьютера после этого вам необходимо ввести данные вашего телефона подтвердить номер с помощью кода из sms которая придет и после этого начнется сканирование данных ватсап на устройстве дальше на айфоне вы должны подтвердить сопряжение с android телефоном если вы все делаете через кабель и после этого вы увидите те данные которые хранились на android устройстве нажимаете на кнопку старт трансфер и происходит быстрое перекидывание информации с андроида на iphone в общем просто следуйте инструкциям которые будут на экране и в конечном итоге вся инфа с андроида перейдет на iphone и вы сможете продолжить использование ватсап уже на аэс в общем ссылка для вас в описании если надо было такое приложение попробуйте начнем сразу с распаковки и так мисс март сенсор сет то есть это некая такая установка из набора датчиков и хаба xiaomi которые можно было купить на момент записи видео в украине таких датчиков не было ни в одном городе то есть именно вот в таком наборе чтобы это все было объединено если покупать это все по отдельности цена будет просто конская поэтому ищите вот такие вот датчики которые будут продаваться именно в наборе можно купить на алиэкспрессе насколько я знаю но я решил с этим не связываться зашел на ул x нашел нормального продавца с которым мы обо всем договорились обсудили и в итоге вот этот новый набор не обошелся примерно в 60 долларов цена нового было 90 то есть принципе неплохо этот был такой же новый не использованный просто чувак перешел на аякс а этот продавал на ул x короче в нужное время в нужном месте появился я и забрал вот этот кит если вы дома делаете что-то вроде охраны или даже умного дома то без камеры не обойтись как вы поняли здесь нет никаких камер в наборе поэтому я докупил еще вот такую вот камеру которую можно разместить на столе или привесить к потолку есть такое желание будет у меня же такого желания не было я не хочу сверлить новый белый блин потолок поэтому я эту тему просто поставил ну вот где мне захотелось чтобы она там себе жила и позже мы на нее посмотрим то есть как вы могли видеть из набора датчиков все максимально банально 2 датчика на двери 2 датчика движения 1 умная кнопка на которую можно назначить различные действия и соответственно сам хаб которому эта вся история подключается ну и в камере соответственно камера провод и камера также подключается к этому хаб то есть все максимально просто звучит да и по опыту использования спустя месяц это реальный топ и это очень просто позже покажу что к чему скажу сразу для людей которые напишут в комментах покупаешь iphone и маки но при этом используешь технику xiaomi блин да у меня телек xiaomi у меня другой телек xiaomi у меня саундбар xiaomi у меня роутер xiaomi то есть это нормальная техника где главный плюс это стоимость зато сколько она стоит она работает шикарно я не вижу смысла переплачивать если ну это не только какой-нибудь комп который нужен для работы или какая-нибудь приставка если вы любите играть это просто утилитарная хрень которая рано или поздно потребует замены поэтому переплачивать за нее если все устраивает ну это глупость и так теперь по опыту настройки я уже подставлял датчики которые мне необходимы в поставке остался только один датчик движение которому я пока не могу найти никакого применения первое что необходимо сделать это конечно вставить сам хаб в розетку он распознается он найдет вай-фай сети ну и конечно вам понадобится приложение me home которое есть на android и на ios и которое можно скачать бесплатно из app store ну или другого магазина соответственно вы регистрируетесь просто в михоуме можете выбрать сразу регион китай почему потому что в китайском регионе больше различных девайсов которые можно потом впоследствии подключать к этому хабу то есть я выбрал украину у меня список устройств которые я могу добавить выглядит следующим образом он немного урезанные но тем не менее все основное есть поэтому в целом не пока хватает всегда можно переключить регион на китай и там уже работать соответственно вы вставляете хаб в розетку скачиваете приложение приложение распознает этот хаб рядом с вами и предлагает его сразу же настроить настройка происходит очень просто то есть он просто подвязывается к вашей учетке и готов для сопряжения с другими устройствами вам остается просто брать датчики на каждом датчике есть вот такое отверстие куда вы можете тыкнуть скрепкой из коробки и соответственно перейти в режим сопряжения соответственно хаб видит это устройство он его добавляет сам то есть вашего участия даже в принципе и не нужно ну и соответственно вам остается только разместить эти датчики на те места которые необходимы это Если это датчик окон, дверей, то, соответственно, окна или двери, датчик движения куда вам угодно, ну и так далее по списку. Можно даже кнопку куда-то приклеить, в комплекте идет сама лента, которая приклеивает это все дело. То есть там вы уже не ограничены ни в чем, только работает ваша фантазия. То есть как хотите, так и размещайте по квартире. Разместив все датчики по хате, вы сразу можете переходить в создание автоматизации. То есть в приложении Mi Home, которое, кстати, адекватно работает на iOS, вы просто переходите в автоматизации и делаете различные сценарии. То есть, например, если вы уходите из квартиры, у вас есть кнопка, вы по нажатию на кнопку активируете охрану. То есть хаб включает все датчики. Если, например, открывается дверь, а хаб стоит на охране, то звучит сигнализация и на телефон приходит уведомление, что открылась дверь или окно. Если же камера видит какое-то движение в кадре, то, соответственно, начинается запись этой камеры. Опять же, вам приходит оповещение. И в приложении Mi Home вы сразу видите видео, которое было создано в момент того, как камера распознала движение. И так можно до бесконечности. То есть тут опять вы ни в чем не ограничены. Вы делаете сценарии то, как вы это видите. Например, на кнопку я поставил, чтобы ставилась охрана. Когда я прихожу на двойное нажатие на кнопку, охрана снимается, при этом орет сирена, мне летят уведомления. То есть ни разу я не видел сбоев. Приложение работает отлично, датчики с хабом функционируют хорошо. И постоянно приходят уведомления, если в квартире что-то меняется. Ну или та же камера что-то видит. Камера же это определенная пушка. Во-первых, она может двигаться вокруг. То есть даже она может следовать за человеком, который появляется в кадре. И таким образом его постоянно держать в фокусе. Вы можете через приложение покрутить этой камерой, посмотреть в разные стороны. Ночью имеется ночная съемка. То есть все видно, вот буквально как будто это день. Ну конечно в черно-белых цветах. В камеру вставляется microSD карточка. То есть все видео можно сохранять прямо на нее. И более того, эти же видео, если, например, обнаружено движение, это я уже говорил, доступны для просмотра сразу же в приложении Mi Home через интернет. Единственный минус, который касается камеры, китайцы не положили никакой блок. То есть провод идет, а в розетку это втыкнуть некуда. Соответственно, нужно снять какой-то облачок, который это все дело запитает. Ну и еще, если будете покупать подобную камеру, то или ставьте сенсор движения на низкий, то есть чтобы он не реагировал на малейшее какое-то колыхание шторы. Потому что вот у меня тут рядом висит штора, и когда дует ветер в окно, штора начинает колыхаться, и мне приходит уведомление, что обнаружено движение. Так что имейте это в виду, камера очень чувствительная. Теперь самое главное, можно ли это дело использовать как реальную охрану для дома? Лично мое мнение, что в какой-то степени да, можно. Но действовать это будет в некоторых случаях. Во-первых, если вы всегда крутитесь вокруг своего дома, то есть вы в любой случай можете подъехать домой, либо же если у вас маленький городок или нормальная полиция, которая быстро отреагирует и приедет на ваш вызов, тогда да, это топовое решение. Потому что когда вы ставите хаб на охрану, он реагирует на малейшее поведение датчиков. То есть если открывается дверь, сразу вам приходит уведомление, хаб в квартире начинает орать сигнализацией, то есть как бы уже дает понимание, что стоп, типа чувак, куда ты лезешь. Не дай бог, конечно. Но тем не менее. Если камера видит движение, сразу приходит уведомление, вы сразу можете смотреть видео. То есть, соответственно, сразу же все происходит. Сразу это отображается в Mi Home, и сразу вы видите картинку с камерой, которая опять же есть в Mi Home. То есть как бы Mi Home объединяет все эти датчики, которые и так хорошо работают. И приложение само по себе работает адекватно. То есть совершенно без проблем. Я ни разу не встретил лага в приложении, при этом я нахожусь на iOS 15 Beta на данный момент. То есть приложение стабильное, хорошее, можно использовать. Есть только один нюанс, что это устройство не автономное. То есть ему нужно электричество и нужен интернет. Если что-то из этого не работает, соответственно, вам не придет уведомление, так как нет интернета. Или же если нет электричества, то вы сами понимаете, эта вся история находится в офлайне. Если у вас в квартире происходит скачок напряжения, и ток вырубается, соответственно, вырубается и роутер, то есть нет интернета, и вырубается розетка, потому что нет электричества. л логика то есть таким образом пока ток не появится хаб не загрузится а когда ток появляется проходит какое-то время хаб снова включается и он помнит свое последнее действие то есть он помнит что нужно стать на охрану ну и нужно включить камеру нужно задействовать датчики то есть перепад напряжения с выключением электричества для него не проблема но если например кто-то ломится вам в хату вы в любом случае получите уведомление что открылась дверь камера в любом случае успеет зафиксировать движение и соответственно вы в любом случае получите и картинку и уведомление что дверь открылась а только потом уже этот кто-то может выдернуть хаб из розетки или обрубить интернет ну или что он там будет делать но соответственно вы уже будете в курсе и уже будете все знать как итог это классная тема которую можно использовать которую можно покупать и которая реально хорошо и безотказно будет работать но самая важная мысль которую я хочу для вас донести это ознакомительное устройство которое дает вам понимание принципа работы охранных систем дальше вы захотите просто двигаться дальше и уже иметь что-то более серьезное но тем не менее это работающая вещь она реально работает она реально стоит этих маленьких денег по сути и это чисто психологическая фигня для того кто зайдет то есть тут сигнализация орет орет она добротно вам уже и уведомления по прилетали то есть но человек который не дай бог к вам в лес но это надо быть просто дебилом просто имбецилом чтобы продолжить лезть вот туда где вот это все заорало и блин я не знаю кто это должен быть короче ребят мое мнение классная вещь если хотите себе охранную систему можете попробовать для себя я уже решил скорее всего даже на момент выхода видео у меня уже стоит более серьезная штука и возможно даже с охраной так что пишите ваши комментарии что вы об этом думаете есть ли у вас дома охранные системы если есть мехом то как он у вас работает какой ваш отзыв будет интересно с вами пообщаться также буду рад если поддержите видео пальцем вверх я долго над ним работал ну и спасибо за просмотр пока